Здарова! Как у вас дела? Надеюсь, что у вас всё хорошо. У меня тоже всё замечательно, так нужно немножечко мне помягче, что ли, говорить, а то я, опять, немножечко эмоционально разговариваю всегда в разговорных видео. Я просто... Ну, как-то, в принципе, на стримах я себя веду. Кто не смотрит мои стримы? Здарова. Здравствуйте. Это будет такое быстренькое видео разговорное. Самый главный и важный вопрос. Где видео? Где видео? Я уже два месяца не было, или уже даже больше, я не знаю. Я ударилась в стримы. Хотя я и до этого тоже стримы регулярно проводила и ролики, тем не менее, выкладывала. Объяснений у меня этому нет. Почему нет роликов? Просто стримы. Всё. Возможно, я могу предположить, да, там, не знаю, расслабилась. Кстати, я сейчас какое-то дежавю испытала, если честно, вот сейчас, в этот момент, что я снимала это уже видео, как будто бы... Да, ладно, как будто бы я знаю, что я буду сейчас говорить. Просто это видео не подготовленное. Я выписала вопросы, которые мне чаще всего задавали на стриме, естественно, последние дни стали очень часто задавать. Ну, точнее, последние стримы стали очень часто задавать. Так что, да, где видео? Вот. Вот оно. Видео, наконец-то, вышло спустя столько месяцев. Возможно, я расслабилась после того, как произошёл разъезд с бабушкой и мамой. Это такой кайф. Это просто... Это просто... Ладно. Нет, это не объясняет, на самом деле, эту ситуацию. Просто, скорее всего, я проеб... вылазь. Прошу прощения, да, я иногда использую мат, но не... Ну, как бы... Вообще запрещён мат, да, на YouTube, иначе мне могут кое-что тут поставить. 18 плюс 0. Я по-другому это не смогу никак объяснить нормальными словами. Чисто на матах. Чё я хотела вам сказать? Я хотела вам рассказать новости. Ну, как сказать новости? Как у меня вообще продвигаются... Нет, сейчас я снова начну. Как бы это сформировать-то? Как сформировать этот вопрос? Ролики, тем не менее, я хочу снимать. Я хочу их продолжать снимать, но есть определённые проблемы. Я не держу график. Я не чувствую своё время. И мне нужно научиться его контролировать. Иначе ты думаешь, ой, завтра так много времени, в принципе, успею там не с утра, допустим, отснять ролик, а в течение дня. Ты такой, а какие-то у тебя дела появляются дополнительные, ты идёшь их делать. Проходит уже достаточно много времени, ты наконец-то начинаешь снимать видео, но как подготавливаешься к съёмке, появляются другие проблемы. Там, например, у меня соседи достаточно шумные, поэтому мне приходится рано-рано утром сниматься, чтобы, ну, успеть, короче, по-тихому, по-тихому отснять это видео. И, короче, вот так вот день за днём это всё происходило. И всё, я поняла, что, так, что-то надо с этим делать, мне это не нравится. Стримы у меня всегда регулярные уже, это просто всё на массе идёт. Я встаю у 4.30, я знаю, что в это время нужно вставать. У меня как-то вот выработался этот график уже на протяжении, сколько я стримлю, наверное, полтора года. Может быть, уже даже больше прошло. Я тут точно не знаю, я не смотрела. А вот с роликами у меня немножечко такие неполадочки. У меня всегда они были прям с самого начала, с самого начала вообще создания этого канала. У меня были с этим проблемы, и вы также там можете некоторые разговорные ролики старые посмотреть. Я там жаловалась на то, что мне неудобно сниматься, именно я не люблю настраивать. Я об этом тоже на стриме очень часто говорила, что я не люблю настраивать камеру для видео. И в этот раз я решила всё-таки оставить это всё на месте. То есть как у меня стоит камера на стриме, она вот в таком положении стоит, будет вот такой фон. В ближайшее время... Ну да, в ближайшие ролики будут вот с таким фоном. Я заказала фон бумажный. Так что вот это всё будет скрываться. Ну так, чисто для... Ну для разнообразия, чтобы не была одинаковая картинка, что на стриме, что в фитосиках. Так что этот вопрос у меня отпал. Мне просто тут это ежедневник. Я решила прописывать каждый свой день, чтобы чувствовать как раз-таки это время. Я очень надеюсь на то, что мне это поможет. Не обещаю, что ролики будут прям вот регулярно, прям вот как надо, но я к этому стремлюсь. Это каждый мой прописанный день. Я начала прописывать эти дни с... с 28-го, 06-го, 22-го. Ну короче, совсем недавно. Пока что, пока что мне нравится. Конечно, не всё выполняется, но основные задачи, которые я здесь выписываю, они всё-таки выполняются. И наконец-то благодаря этому я начала ролики снимать. Кстати, я обещала на 400 тысяч подписчиков отснять видео. Точнее, я его отсняла и выложу на 400 тысяч подписчиков на стрим. У меня много зрителей просили выложить лигинг, но горизонтальный лигинг. Горизонтальный относительно не самого микрофона, а штатива. Ну, так просто кто-то говорит, а почему горизонтальный если микрофон вертикально наоборот стоит. Ну, тут уже короче, кому как, но мы решили, что это будет горизонтальный лигинг. Так что, подписывайтесь. Следующий вопрос, самый важный, тоже, ну, ладно, не самый важный, но один из важных вопросов, тоже, которые мне их задавали я в одном из видео, не в одном из видео, а в видео обзор квартиры, которое я купила. говорила, что я сделаю обзор уже своей квартиры. Тот был обзор маминой квартиры, а это будет моя квартира. Вот. И, естественно, я его не отсняла. Я его не отсняла, но также я его планирую отснять. Тут немножечко, знаете, с чем я столкнулась? Я недавно об этом подумала, почему я не отсняла, ведь я же уже все настраивала, уже вытроила всю свою квартиру. На тот момент я уже все на следующий день планировала снимать и подумала, а что меня все-таки останавливало? Ну, во-первых, да, сложность съемки. Почему-то я думаю, что это сложно снимать, хрен его знает. Ладно, хотя еще пока что не снимала. И второе, вторая причина. Я подумала, блин, а что если я просто стесняюсь показывать эту квартиру, потому что это квартира без, ну, как, ну, такой ремонт очень уже старый и мне то ли стремно его показывать, то ли что. Я такая подумала, блин, так, ну-ка, надо это из головы как-то выкинуть, ну, что, к чему будешь ждать, будешь ждать ремонта, что ли, а если ремонт затянется там на несколько лет, и что, все равно не буду снимать это видео, это какая-то тупость. То есть я вот об этом подумала, что, походу, я немножечко стесняюсь. Есть такой моментик, есть такой моментик, но это не основа, из-за чего я не снимаю ролик. Но плюс добавляет вот к этому, почему я не снимаю ролик этот. Так что, да, про него у меня спрашивают тоже, когда он будет, когда я его буду снимать. Сейчас сначала, видите, большой был перерыв между съемками роликов, поэтому сейчас я начну с лайтовых видосов. Я имею в виду расслабляющих, обычных видосов, чтобы войти в этот ритм. Не буду сразу начинать там со сложных роликов каких-то невероятно творческих и так далее. Пока что вот все вот так вот было, и то, чтобы это пока что у меня в режим вот это входило. Я, если что, еще не обещаю, что это будет прям режим-режим. Я саму себя на данный момент проверяю, получится у меня или нет. Я надеюсь, что получится. Я сама этого хочу, но дисциплины не хватает, как мне кажется. Вот именно в этом вопросе дисциплина выработалась в вопросе стримов, плюс я добавила тренировки, вокал, уборка, ну ладно, уборка квартиры, это пока что с питанием у меня не выработалась дисциплина. Я как попала, ну как попала, не регулярно. Уборка, ну это ладно, это не важно сейчас, важно это ролики. Ролики. Вот. Не знаю, наверное, я уже все по этому поводу сказала. Я так, побыстречку, чтобы не растягивать, это все тогда выйдет на 40 минут, чтобы это не было так скучно. Но хотя, все равно, кому я интересна, я думаю, все равно вы будете смотреть это видео. Да. так, следующее, что это, я себе немножечко выписала, что, на какие вопросики тут поотвечать. По-моему, я немного вопросиков выписала. Ага. Ну да. В принципе, да, я ответила, ответила на эти вопросики. Да, кстати, я тестила свои комнаты. хотела сниматься не только в Изоруме, но и в остальных своих комнатах, которые у меня есть. И оказалось, что они все шумные. В одной комнате, в которой я сплю, а раньше я как-то на это не обращала внимания, то ли что, то ли это недавно появилось, короче, начала шуметь труба. Начала шуметь труба, как будто бы, знаете, как будто бы там вода течет или что. Как будто бы, знаете, отопление, короче, дает. Но сейчас лето, естественно, отопление выключено, и это нормально так слышно, если вот прям такой очень-очень тихий ролик снимать. АСМРный. Это слышно, комната не подходит. Окей. Зал. Зал там вообще, там рядом лифт, детский садик, там дети, плюс еще мусорная. Куда мусор, короче, кидают? В квартирах вот тоже рядом все находится, и это все. Офигеть, как слышно. Прям вообще, тоже отпадает эта комната. И есть один-единственный вариант, но помимо вот этого из-за рума, да, один-единственный вариант, это вот соседняя комната, тоже маленькая такая солнечная сторона, но там рядом дорога. Рядом дорога, и, кстати, и эта тоже комната на дорогу выходит. Иногда вы можете слышать вот эти вот звуки машины. Тогда нужно в этой комнате ставить второе окно. Ну, пока не знаю, нужно, не нужно, я пока по этому поводу, по этому вопросу думаю, но не в таком, не в скоростном режиме подумываю, подумываю, возможно, в будущем когда-нибудь, когда-нибудь. Это я все для чего? Для того, чтобы мне было удобно в одном пространстве снимать стримы, проводить стримы, а во втором, уже в другом, снимать ролики. Все-таки для роликов как-то хочется побольше комнату использовать, вот, но в плане звука, конечно, вот тут косяки в каждой комнате. Ладно, это я так немножечко пожаловалась, по-быстренькому, по-быстренькому вам пожаловаюсь. А так, у меня все хорошо, все отлично, провожу стримы, хожу на тренировки, уже где-то два месяца качаю жопку, фотки не выкладываю, точнее, я вообще не фоткаюсь в последнее время, даже ничего там, в телеграм особо не дропаю, в инстаграм, тем более, я уже сто лет туда не заходила, ну ладно, заходила недавно, но я так просто чекаю сообщения, там раз в неделю, наверное, захожу, или может быть даже реже, и все, и выхожу. Ну что, еще у меня появилось дополнительный источник света, гейлайт, классное освещение, мне очень нравится, но правда, я его еще пока что на стриме не использую, так как вот этого всего хватает, возможно, это будет для съемки, будет помогать для дополнительной какой-то съемки, потому что освещение такое маленькое, компактное, и прям, ну классное, я вставлю, короче, там, видео, купила стримтек, тоже доставать сейчас не буду, будет достаточно шумно, покажу по картинке или видео, как это у меня все выглядит, очень удобная штука, прям советую, прям советую те, кто проводит регулярно стримы, настраивать с помощью стримтека, просто, вы столько времени экономите, и я еще, так как купила ее недавно, не так много всяких штук тут настроила, в этом стримтеке, ну например, на стриме можно включать кивки какие-нибудь, переходить на другие сцены, удобно, чтобы не надо было этой мышкой елосить и щелкать громко, хотя можно мышку бесшумную купить, правильно, да, да, можно, я уже 14 минут болтаю, ну слушайте, я думала, что мне этот ролик немножко тяжелее даст, я думаю, это связано с тем, что, ну, Лех читался связанно с тем, что я на стримах постоянно болтаю, я уже, если честно, привыкла разговаривать и как-то это, до этого у меня, прям помните, я выкладывала ролик страх общения, блин, вот до того момента мне так было тяжело, до того ролика мне было так тяжело снимать разговорные видео, я все время переживала, сейчас я тоже немножечко, немножечко такое волнение у меня было, но все-таки как-то как-то уверенности побольше прибавилось, да, то ли повзрослел, то ли реально благодаря стримам это все пошло-поехало, в общем, да, я все рассказала, подписывайтесь на мой канал, для вас уже готов ролик на 400 тысяч подписчиков, расслабляющий, расслабляющий ликинг, кому такое нравится, обязательно подписывайтесь, а я буду дальше строить свой график дня и снимать ролики, надеюсь, что у меня получится все сделать как надо, спасибо большое за прослушивание этого видео, ставьте лайки для поддержки этого канала, пишите комментарии, если вы там чем-то обижены, обиделись на меня или наоборот порадовались за меня, пишите об этом в комментариях, я это все буду читать, всех выслушаю, всех выслушаю, спасибо большое, за просмотр, всем пока!